Погода так и просит выйти на улицу, говорит муслим Измайлов. А где еще провести время, как не в парке. Хотя еще год назад это место, ставшее после благоустройства излюбленным для местной молодежи, больше пустовало. Все изменило участие самого молодого города-республики в нацпроекте «Городская среда». В его рамках в прошлом году благоустроено пять общественных территорий Сунжи, в том числе и парк Асканово. Выбрать уже новый для реконструкции 2022 объекты можно уже сейчас, отдав свой голос за ту или иную территорию. Чтобы привлечь жителей города, в первую очередь молодежь, трудицы и местная власть. В нашу программу вошли восемь общественных территорий на благоустройство в 2022 году. И нам необходимо проголосовать за те территории, которые вы считаете именно вы необходимы для реализации в 2022 году. Сотрудники администрации на личной встрече рассказывают студентам колледжа управления новых технологий о предстоящем голосовании. Из восьми представленных улиц, а это Моздокская, Калинина, Плиева, Колхозная, Грузинская, Ленина, Грозненская и Победы, для благоустройства нужно выбрать пять. На Моздокской, к примеру, живет Хава Аушева. Добираться до места учебы для нее хоть и недалеко, но вот отсутствие асфальта в ненастную погоду проблематично. Каждый раз, когда мы приходим, бывает либо же грязная обувь, либо же здание новое, конечно, и хочется, чтобы здание полностью было чистым, обустроенным. В общем, нам само здание очень нравится, поэтому как-то портить его не очень охота. Прилегающая территория – это Моздокская. Конечно, она оставляет желать лучшего. И я думаю, сегодня, если мы путем нашим голосованием можем хоть какую-то копилку принести, это будет огромный плюс, конечно, и нашему городу, и, я думаю, в целом нам. Потому что в любом случае город сегодня должен соответствовать своему статусу. Тот же посыл от сотрудников мэрии, ОНФ и Минстроя, адресованный студентам гуманитарного колледжа. Уговаривать ребят не требуется, потому как улица Энгельса, по которой их довозит автобус до учебы, тоже благоустроят в рамках городской среды уже в этом году. Голоса студентов за эту территорию перевесили все остальные. Освещение там наладили, определенные манипуляции с дорогой тоже проводятся. Однако мы сейчас ожидаем строительства моста для того, чтобы наш автобус возил по кругу, имел круговое движение по городу. Да и к тому же директор анонсировал то, что этот автобус будет также бесплатно возить местных жителей, которые живут здесь, и намереваются попасть в центр города Сунжа. Рейтинговое голосование начнется с 26 апреля и продлится до 30 мая на единой всероссийской онлайн-платформе «Загородсреда.ру». Они должны перейти на сайт «Загородсреда.ру», перейти авторизацию или через госуслуги, через платформу госуслуг, или как раз таки по номеру телефона сделать регистрацию и выбрать нужную им территорию и проголосовать. В голосовании могут участвовать все жители города от 14 лет. Напомним, в голосовании по благоустройству участвуют 9 муниципальных образований региона и 48 общественных территорий. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.